А наши политики-то давно уже поняли. И они знают, что можно вчера сказать одно, завтра другое. А чего хочет народ услышать? Он вот это хочет услышать. Все, вот это мы ему и скажем. Все, и народ будет счастлив. Именно скажем, а не сделаем. Да, вот народ должен до вот такого своего субъектного состояния еще дорасти. Нынешние наши народы, они еще народом вот в плане субъектности не являются. Народ должен научиться общаться так, чтобы граждане научились общаться, совместно выражать, как говорится, вначале выискивать общую волю по какому-то вопросу, потом ее выразить, а потом притворять жизнь. Нужно создать открытые форумные площадки на всех уровнях управления. То есть, товарищи, ну вот народу мы можем дать вообще возможность слово говорить на нашей официальной площадке? Или мы ему рот заткнули и все. Ну так оно же взорвется когда-то с неизбежностью. Это у меня в Харьковской области был у нас губернатор такой Арсен Борисович Аваков, который сам по собственной инициативе создал такую форумную площадку. То есть, никто его не просил, никто ему не предлагал, он просто сам умница оказался. И на эту форумную площадку и пошел к нему народ со своими болячками, с проблемами, туда-сюда. Ну, кстати, есть разные идеи, разные варианты, с чего начать на родовластие, да? Их множество идей. Я говорю, надо двигаться по всем направлениям. Вот. Какое из них сработает, только время может показать. И не вот так вот не толкаться, не бодаться, что вот мое предложение лучше, а мое лучше. И вот эта вечная война на взаимоуничтожение, это же просто вредительство. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами находимся на канале Перехват Управления. И у нас по скайпу Марк Иванович Зобов, общественный деятель. Здравствуйте, Марк Иванович. Здравствуйте. Марк Иванович, мы в прошлый раз с вами остановились на народовластие. Как должно быть устроено народовластие с вашей точки зрения? Ну, начнем с определения понятий, иначе разговор получается, как правило, ни о чем. Итак, народовластие – это власть народа. Но иногда под народовластие понимают власть советов, допустим, там, трудящихся. Там, в христианских работе, там, и солдатских депутатов, и так далее. Вот. Разве это не одно и то же? Это не одно и то же. Ну, согласитесь, власть народа и власть депутатов, ну, субъекты властвования разные. Ну, да, но если, правда, народ выбирает по-настоящему своих представителей, тогда это, получается, власть народа? Нет. Все равно это власть этих самых депутатов. Значит, вот в Конституции России, и, кстати, в Украинской Конституции тоже самое написано, под калечку делались наши Конституции. Так, вот, значит, там сказано, что народ осуществляет свою власть непосредственно так и через, как говорится, или с использованием органов государственной власти и местного самоуправления. Так вот, это вот, то, что называется непосредственно, это у нас составляющая и практически не работает, за исключением того, что мы выбираем от этих вот депутатов, да? Вот. Вот это у нас единственное. Раз там пять лет, ну, или там президента еще с какой-то периодичностью, вот мы как бы приобщаемся к процессу непосредственного властвования. Участия. Да. Вот. А ведь это же только часть, причем не самая главная вообще-то. Потому что самая главная часть употребления народом своей власти должна заключаться в принятии фундаментальных решений по вопросам общественного бытия. Так? То есть, с кем дружить, воевать или не воевать. Вот. Какая стратегия должна быть развития страны, какие приоритеты. И многие другие вот такие фундаментальные константы, на основе которых должна выстраиваться вся управленческая схема. Вот эти константы должен определять народ. Вот. Если он этого не делает, тогда он вообще никто. Понимаете? Получается так, что за него все эти константы определяют тех, кого мы избрали. А выборы уже давно во всем мире превратились в профанацию. Так? То есть, вообще, вот эта вот модель демократии, буржуазного толка, она уже давно является имитацией демократии. Так? Всякие шоу и все остальное. Когда-то еще вот на заре постсоветской демократии выборы были сопряжены с обсуждением программ. Вот. Это было такое сложнейшее творчество всех. А какой правильный путь выбрать, что и как. Ну, а сейчас все. Сейчас это уже такое. Вот эти все так называемые программы пишутся уже исходя из потребы народа, так сказать. Вначале социологические исследования проводят. А чего хочет народ услышать? Он вот это хочет услышать. Все. Вот это мы ему и скажем. Все, и народ будет счастлив. Ну, именно скажем, а не сделаем. Да, совершенно верно. А потом, после выборов, все это забывается. Никто. И вот как показывает, допустим, у нас наша украинская практика. Политики могут врать на каждом шагу. Вот. И ничто им за это, как говорится, не будет. Это связано еще с тем, что, ну, скажем так, народ наш не шибко в политико-правовом плане грамотен. Так. И зачастую просто не видит, как мелкое шулерство осуществляется вот во всех этих делах. Так что наши, а наши политики-то давно уже поняли. И они знают, что можно вчера сказать одно, завтра другое. И никто тебе не упрекнет. Ну, вернее, там самые большие умники что-то там повозмущаются. Вот. А массы народные все это дело захватнут. Вот так вот она работает, как говорится, вот эта власть депутатов. Вот так она сейчас работает. Но. Есть некоторые страны, в которых все-таки референдум, как инструмент непосредственного волеизъявления народа и определения каких-то констант, фундаментальных. Этот инструмент работает. И самым таким ярким образцом является Швейцария, да? И каждый квартал проходит, ну, скажем так, общенародные референдумы. Так. Плюс еще по кантонам. И плюс еще непосредственно по общинам, по населенным пунктам. Марк Иванович, ну, референдум – достаточно затратное дело. Ну, вообще-то, вот в наши уже электронные времена это вообще никакое не затратное дело. Понимаете? Все там, все вот в цифровом виде, пожалуйста. А сейчас еще, если этот, как говорится, искусственный интеллект подключить к этим вопросам, к этим моментам вообще, запустили, и все, и машина крутится, вертится. Люди коммуницируют друг с другом, принимают решения, все. И при этом никто им не будет мешать. Все будет естественным путем. Так что сейчас это вообще нисколько не стоит, по сути, по сути. То есть власть народа, вы имеете в виду, что вот должны быть референдумы, и там должен быть слышен именно народ? Да, конечно, а как же иначе? Потому что ежели поставить над народом какую-то кучку каких-то, так сказать, людей, тогда они узурпируют эту власть. Они будут тогда главнее народа. Марк Иванович, ну в вашей системе, наверное, все равно пирамида должна выстроиться к одной личности или, допустим, хотя бы коллективу. Значит, смотрите, одна личность или коллектив – это уже исполнители воли народа. Да, естественно. Никто не, скажем так, и не подвергается мнению необходимости, допустим, вот в задачах управления опоры на личность лидера каких-то исполнительных структур. Вот, поскольку ответственности, да, персонально при исполнении каких-то работ, так? И топ-менеджер, он один топ-менеджер, да? Если это премьер-министр, вот и топ-менеджер высочайшего уровня, глава исполнительного органа, так? Вот. А вот, допустим, первое лицо представительного органа, то есть депутатского корпуса, да? На нем ответственность гораздо меньше, чем на премьере. В том плане, что он-то в конечном счете только подписывает, по сути, свои коллегиальные решения, правильно? Депутатского корпуса. Его личной персональной ответственности за принятые коллективные решения, его личной персональной ответственности нет. Марк Иванович, ну давайте, наверное, начнем тогда с самого начала. Как выстраивать эту пирамиду власти, системы? Ну вот, к сожалению, я сейчас схемку не могу показать, но, может быть, потом вы ее оставите, да? Значит, трехуровневая система управления. Самый верхний уровень, там, где субъектом управления является народ. Вот он принимает самые главные, самые ключевые решения. Принимает он их нечасто. Это не так, как на сессиях депутаты зачастую пачками законы принимают, да? Вот, нет. Это отдельные решения. Вот в Свейцарии раз квартал. Вот, допустим, для России, допустим, будет это пореже. Может быть, раз в полгода, может, раз в год. Но это будут ключевые, веховые решения. Так, вот. Уже потом депутатский корпус будет осуществлять свою законотворческую деятельность в рамках вот этих указаний народа. Это все. То есть, вот народ, это хозяин в доме, как говорится, в стране. Как он сказал, так все построились и выполнили. Все до единого. Причем эти, как говорится, указания могут касаться как всех граждан, так и, допустим, отдельных органов управления персонально. Допустим, им будет указание давать народ, что делать. Так, вот. То есть, разные могут быть решения. Так вот. Итак, народ наверху управленческой пирамиды. Так, как субъект. Не как толпа, как говорят, да, это охлос, это толпа. Нет. Вот народ должен до вот такого своего субъектного состояния еще дорасти. Нынешние наши народы, они еще народом вот в плане субъектности не являются. Пока что мы являемся собой, ну, являем собой население, так. Просто, как говорится, вот такая росте граждан, каждый со своими тараканами в голове, так. Вот. А вот народ, когда уже появится сплоченность в духе, сплоченность в мыслях, так, вот. А самоорганизованность такая, вот. Это уже не росте. Это уже некий, как говорится, слаженный коллектив. Вот тогда, да, субъект. Вот. Итак, ну, до этого надо дожить. Сколько до этого времени, я не знаю, я как-то вам говорил, что это либо поколение, либо два, может быть, надо, для того, чтобы народ стал субъектом. Ну, мы об этом с вами поговорим. Каким способом мы должны стать субъектом. Да, каким способом, да. Вот. Теперь дальше. Второй уровень, который управление находится под народом. Это представительские вот эти вот органы, вот, депутаты, вот, или делегаты, там, как их назвать. Значит, вот у них, собственно говоря, исполнительская функция во многом. Но это функция исполнительская с учетом интересов тех, кого они представляют. Вот, так, вот. То есть, они же представители, они представляют какие-то группы населения, и их интересы должны отражать свои деятельности. Так, вот. Но все это должно осуществляться депутатами, опять-таки, подчеркиваю, в рамках тех установок, которые дает народ. Вот. Как это говорят, есть такое понятие директива. Так, вот. Так вот, народ, по сути своей, выдает директивы. То есть, центрально указующий момент. И сроки, наверное, да? За которые должно быть... Сроки, да, да, да. Кто ответственный, кто должен какие сроки выполнить. Совершенно верно. Вот решения хороши, когда у них есть полный пакет, как говорится, атрибутов. Да? Что, кто и в какие сроки должен выполнить. Вот тогда это решение, тогда оно, как говорится, красиво смотрится, соответствует высокому уровню управленческих решений. Вот. Итак, законодатели, то есть депутаты или делегаты, вот они осуществляют свою управленческую деятельность в рамках тех полномочий, которые им дал народ, и выполняя те указания, опять-таки, которые дал народ. Так? Вот. Ну, а дальше, вообще-то говоря, все обычно. То есть, вот в данном случае тут единственное отличие от существующей ныне схемы в том, что начинает работать вот этот механизм прямого народовластия. Вот это единственное отличие. А все остальное, товарищи, вот как оно сейчас есть, так оно и есть. Причем даже не столь важно в этом случае, каким образом формируется представительский корпус. Понимаете? Потому что они, эти депутаты, делегаты, окажутся вот в рамках вот этой модели народовластия, во-первых, как на ладони перед своими избирателями, перед теми, кто им дал полномочия. Потому что предполагается, что вся деятельность, ну, за исключением каких-то там суперсекретных моментов, вся деятельность должна осуществляться публично, открыто. Вот. Все должны видеть, иметь возможность видеть, где что, и куда пошли какие денежки, и все остальное прочее. Вот когда оно все будет, вот в интернете, и любой гражданин России, там, или Украины, зайдет на интернет-ресурсы своей страны, и будет видеть полную картину происходящего, и будет иметь возможность, мало того, что видеть, и повлиять на ситуацию. Но это, для этого, значит, отдельная еще схемочка нужна, так? Вот. Итак, получается, три уровня. Верхний народ страны, средненький, это вот представительные органы, депутаты, и под ними, как говорится, исполнительная ветвь власти, как это вот принято говорить, так? Вот. Вот и все. Вот оно и будет работать. Дело в том, что мы, по сути, по своей, в теоретическом плане, и на уровне текста Конституции, это все уже задекларировано. То есть, его надо просто-напросто привести в действие, вот этот механизм непосредственно народного. И все, и все поедет, все туда крутится. Но для начала, как вы уже сами сказали, народ должен стать субъектом. Вот. Каким образом? Да. Какие хотя бы первые шаги? Да. Вы знаете, смотрите, вот если говорить о том, что такое правосубъектность, да, этот термин из правовой литературы означает следующее. Правосубъектным является тот или иное лицо или коллектив лиц обладает правосубъектностью, ежели они, как говорится, характеризуются или для них свойственно три показателя. Первое, как говорится, отграниченность от всех остальных. То есть, четко очерчены границы вот этого коллектива, если мы говорим о коллективном субъекте, да. То есть, толпа на площади не есть субъект. Поскольку сегодня одна толпа, завтра собралась другая толпа. Сегодня приняли одно решение, завтра противоположное. Ну и, как говорится, и кто будет, что в этом случае выполнять, а самое главное, кто будет нести ответственность. И кто. И все. Поэтому тут говорить о субъектности не приходится. Другое дело, если субъект очерчен, его, как говорится, персональный состав очерчен определенным вполне образом. Или это состав общественной организации, да, списочной. Вот. Или это состав, допустим, какого-то органа представительного, да. Он тоже очерчен, списочный состав. То есть, есть лица, которые могут и должны вообще-то нести ответственность за принимаемое ими решение. Так? Значит, никакая толпа или никакое количество лиц не вправе подать, допустим, заявление в суд или еще что-то такое. Поскольку суд просто не примет заявление от толпы. Мы там чего-то хотим. Да нет. Значит, пусть подает либо кто-то один от имени всего народа, но он просто подает как физическое лицо, либо гражданин, допустим, России. Но у него же, наверное, должны быть какие-то полномочия для этого. То есть, какие-то подписи людей нет. Вот смотрите, они могут иметь значение только для него лично и для общественности. А для суда никакого роли не играет, кто ему поручил и так далее и тому подобное. Ты лично пришел, все, ты физическое лицо, у тебя есть паспортные все данные, они заносятся. И вот ты в таком плане подаешь в суд, и ты несешь туда ответственность за все свои действия в этом суде. И никто больше, вот те, кто там подписи собрал, они никакой ответственности не несут. Поскольку ты лично, персонально выступаешь, но от непонятного коллектива, понимаете? Поэтому с тобой мы лично разговор будем иметь дело, а с непонятным коллективом, случайно собравшимся, нет. Вот и все. И поэтому, для того, чтобы ты мог подать в суд от имени коллектива, значит, этот коллектив должен быть сформирован. И, соответственно, зарегистрирован. Тогда все понятно. Вот он, субъект права, общественная организация, или политическая партия, или профсоюз. Вот они являются субъектами права. И у них есть предусмотренное и законом, и уставом представительство. Итак, мы переходим ко второму пункту признаков правового субъекта. Что должна быть персонификация от этого коллектива. И она должна быть официальной, и все прочее проведено протокольным, в соответствии с законом и так далее. Вот тогда вы, как гражданин, вправе выступать уже теперь от юридического лица, как персона, представляющая это юридическое лицо. Ну, это получается, не хочу это нехорошее слово говорить, президент. Ну, президент, председатель организации и так далее. То есть, по-любому у вас тогда над народом еще получается еще одна ступенька? Нет, 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 нет. Это вы сейчас не о том говорите. Вот смотрите, я вам сейчас говорю о том, что народ является, может ли он быть субъектом права? Да, может быть субъектом международного права. То есть, для вас это не один человек? То есть, может быть субъектом коллектив? Совершенно верно. Вот что важно. У нас не особенно, как бы вообще, народ понимает это дело. О том, что субъекты могут быть двух видов. Вот. В виде одного лица и в виде коллектива. Ну, а вот этот вот коллектив должен обладать вот такими свойствами. То есть, персональный состав известен и четко очерчен. Так? Вот. Дальше. Этот коллектив на основании законодательства и своих внутренних уставных документов вычленил человека, который представляет их так, вот, персона. То есть, вычленена персона, которая представляет целый коллектив. Вот. Это уже второй пункт. И третий пункт. Они все три важны, но третий мне особенно интересен, поскольку это то, чего нет. Значит. Вот этот вот претендующее название субъекта право-коллектив, он сможет реально претендовать только в том случае. Если он будет способен вырабатывать, выражать и осуществлять свою волю. Вот. Если этого нет, никакой это не субъект. Это может быть бла-бла-бла. Вот мы поговорили, вот мы даже свою волю, может быть, сформулировали, все там проголосовали, все-все-все. А потом все завалилось. Просто никто не оказался способным организовать выполнение этой воли. И куда-то все ушло. И получилось бла-бла-бла. То есть, это не субъект. Это еще болтология. Поэтому вот этот вот момент, коллективно вырабатывать, коллективно или там персонифицированно выражать эту волю и осуществлять потом волю, вот этого сейчас нет ни у народа в целом, так, ни у территориальных общин. Хотя народ, источник власти, он, как говорится, может осуществлять свою власть непосредственно. Да ничего он сегодня не может. Он договорится ни о чем, не в состоянии сегодня. И тем более уж потом, даже если договорились, суметь персонифицированно, то есть, чтобы кто-то смог выйти от всего народа и заявить позицию народа. И причем заявить именно так, как народ и решил, а не переврать. Понимаете? Вот. А потом, после этого еще и суметь организовать действия народа по реализации воли народа. Вот тогда, да, тогда народ субъект. Но сейчас все народы держат в ситуации объекта. Это вообще в мире так. Вот я говорю, за исключением, может быть, Швейцарии, которая в определенной мере все-таки народ там есть, как говорится, народ. И, кстати, у них по этой причине недаром. Вот у них милицейская форма, так сказать, организации вооруженных сил. У них же, если вы в курсе, все же мужчины, когда в армии отслужили, они потом возвращаются домой при полном комплекте вооружения. То есть, в любой момент страна может быть мобилизована, все мужчины быть построены и приступить к военным действиям. Вот такой уровень у них самоорганизации и ответственности. И я склонен полагать, что вот такое их свойство тесно связано вот именно с тем, что у них народовласть на довольно высоком уровне. То есть, каждый ощущает там себя гражданином и ответственным за судьбу страны. Более того, вот такое же ощущение возникает внутримотивированно в том случае, когда действительно человек живет и знает, что все законы, в том числе, кстати, Конституция, что у них была утверждена на референции. То есть, все законы, все-все-все, мы решаем вместе. И поэтому вместе и несем ответственность за страну. То есть, там не удастся свалить ответственность на первые лица там, или на парламент, еще что-то. Да нет, эти все лица, они, как говорится, под народом ходят. Поэтому народ и несет ответственность за свою судьбу. Марк Иванович, но у нас, скорее всего, не получится как-то, как там. Вот. У нас будет какой-то, возможно, другой вариант. С чего вот надо начинать? Так, а что другой вариант? Ведь в любом случае надо начинать с того, чтобы у народа прорезалась субъектность. Правильно? И что это означает? Ну, он первый. Народ должен научиться общаться так, чтобы граждане научились общаться. Совместно выражать, как говорится, вначале выискивать общую волю по какому-то вопросу, потом ее выразить, а и потом притворять жизнь. Так вот, если начать делать хотя бы первый шажочек, чтобы мы, у нас в стране появилась вполне четко организованная сфера с коммуникацией граждан страны. Так вот, на научной основе, чтобы все было организовано, чтобы все было по-честному, что важно. Значит, вот что нужно, с чего начинать. И точно так же сделать на территориальных общинах, на всех. Так, точно так же. Там обсуждать территориальные проблемы. Правильно? А что для этого надо? Да мелочь всего-навсего. Для этого надо, чтобы на всех интернет-ресурсах, всех, как говорится, допустим, федерального собрания, Госдумы и так далее, и при кабинетах министров, при министерствах отдельных, можно создать так называемые общественные советы, кстати, при Госдуме, что есть, да, в рамках которых бы осуществлялось обсуждение всевозможных вопросов. Но в данном случае надо создать не просто эти общественные советы, нужно создать открытые форумные площадки на всех уровнях управления. То есть там, где принимаются управленческие решения, там, рядышком, для начала, в консультативном режиме, пусть даже так, должны быть форумные площадки, на которых любой гражданин, допустим, России, или любой гражданин соответствующей территориальной общины, любой представитель, мог зайти, зарегистрироваться, носить свои вопросы, обсуждать, добиваться того, чтобы, как говорится, товарищи депутаты или представители исполнительных органов, чтобы они реагировали на открытое общение с ними. То есть вывести весь процесс коммуникации органов управления с гражданами, вывести на публичный открытый уровень. А не так, что человек пишет там письмо, ему пишут отписки. Ну и все. И на этом у человека просто отпадает потом желание что-либо делать. Вот. А другое дело, если оно публично, если он туда приглашает на эту форумную площадку друзей, единомышленников, там, родственников и так далее, что помогите, давайте обсудим эту тему, поднимем ее на должный уровень, и тогда она сдвинется. Вот. То есть вот это вот отмечаемая всеми апатия наших избирателей сейчас, да, нежелание зачастую уже что-то делать, бунтовать, видя бесспособность этого, да, что оно ничего не дает, конечно, счету. Вот это приводит к апатии, а потом вообще к какому-то такому состоянию страны, без которого я не знаю, как ей потом выбраться. Это же деградация, понимаете, это деградация. Так вот, чтобы поднять население с колен, как говорится, и сделать их хозяевами, и превратить в народ это население, вот нужно с чего начать, нужно с форумных площадок. Значит, я на эту тему, и тексты есть, и телодвижение на эту тему были. Просто я не успел, мы перед ковидом начали эту тему раскручивать, и потом, конечно, все это сильно порубил. А потом еще война. Поэтому эти инициативы так вот слегка зависли у меня в Украине. Но мы сейчас вот стали обсуждать это в процессе вот этих конкурсных работ, которые я веду, да. И вот инициатива в Ивановской области, в городе Иванове, она уже, как говорится, воспринята на уровне общественности, и даже администрация там как бы уже знакома. Вы имеете в виду Россию? Россию, да, Иваново, да. Просто у меня вот в конкурсе там великолепный товарищ нас судьба свела, конкурс свел, да. Вот, Шелкопляс Евгений Валентинович, доктор философских наук, кандидат медицинских, психолог. Он активнейший человек, и он там так моторит, так моторит. Вот, поэтому, вот, если нам удастся, кстати, и может быть даже с вашей помощью, да, вот это вот, если вы посчитаете, что это идея здравая, да, вот, если нам удастся начать вот такие шажки небольшие поначалу, да, а давайте попробуем, вот, где-то, может быть, в какой-то области, или фонтонаселенный, или еще кто-то. Ну, это было бы вообще замечательно, такой пилотный проект. Мы об этом тоже постоянно думаем, но пока выходов нет. Нет, ну вот, смотрите, вот это ж, это то, что, в принципе, реально сделать. Кстати, для этого не надо ни законы принимать, ничего, шиньки, ведь для этого достаточно воли соответствующих, как говорится, товарищей этих органов, да, вон, там, органов федерации, или органов субъектов федерации, так, вот. То есть, товарищи, ну, вот, народу мы можем дать вообще возможность слово говорить, на нашей официальной площадке, вот. Или мы ему рот заткнули, и все. Ну, так оно же взорвется когда-то с неизбежностью, понимаете? Вот, поэтому давайте, давайте, как минимум, чтобы, чтобы хоть партии по того спускать, пусть народ хоть выискажется, вот. А там дальше посмотрим, как оно пойдет. Вот, я же говорю, запускать эту форумную площадку с голосовалками, вот. Это, чтобы было понятно, я же это не просто выдумал. Это у меня в Харьковской области был у нас губернатор такой, Арсен Борисович Аваков, который сам по собственной инициативе создал такую форумную площадку. То есть, никто его не просил, никто ему не предлагал. Он просто сам умница оказался. И на эту форумную площадку и пошел к нему народ со своими болячками, с проблемами, туда-сюда. Он еще умудрялся даже успевать там отписываться, туда-сюда, понимаете? Вот. И, в общем-то, уникальное, уникальное вообще явление у нас. Просто потом начались, вот это у нас Яновкович, начал всех душить, вот. И тогда вынужден был, Аваков, бежать в Италию и так далее. То есть, и тогда вот эта площадка была прекращена. Но идея великолепная, понимаете? А сейчас какие-то попытки по вашей системе, конечно же, не принимаются, да? Ну, я говорю, ну, вы же видите, какая у нас ситуация сейчас. Сейчас не до этого, сейчас не до этого, да. Это вот, когда все как-то к чему-то придет, к какому-то успокоению ситуации, тогда снова можно к этой теме вернуться, так? Вот. А в Украине, а в России это можно делать и сейчас. Просто с чего-то начать. Найти единомышленников. Среди депутатского корпуса, может быть, среди людей, вот, общественников, актива общественного. Ну, в частности, мы с Игорем Алексеевичем, ну, очень легко друг друга понимаем, так? Он даже. Вот. Поэтому, вот, надо... Потому что я к чему? Есть, ну, кстати, есть разные идеи, разные варианты, с чего начать на родовластие, да? Их множество идей. Я говорю, надо двигаться по всем направлениям. Вот. Какое из них сработает, только время может показать. И не вот так вот не толкаться, не бодаться, что, а вот мое предложение лучше, а мое лучше. И вот эта вечная война на взаимоуничтожение, это же просто вредительство. Поэтому, товарищи, давайте начинать делать. От разговоров переходить в дело. И то дело, которое окажется наиболее перспективным, вот, оно само прорежется, оно само обозначится, сама жизнь выведет и скажет, вот это наиболее подходящий вариант, и давайте по нему дверц. Вот и все. Поэтому я предлагаю вам, Матвиктория, если будет возможность, вашим словом и нашим этим, кстати, эфиром, да, вот, подтолкнуть к этой мысли, к этой идее, то было бы здорово. Тем более, что я опять-таки подчеркиваю, здесь нужны минимальные усилия и вообще ни копейки, по сути, по своей вложению средств. Потому что все интернет-ресурсы есть. Прицепить туда форумную площадку, это вообще пару пустяков для любого программиста. вот, там единственное, что нужно будет потом обеспечить нормальное администрирование, это да. Вот, но все равно, ну, это опять же копейки. Понимаете? Это замечательная идея, Марк Иванович, спасибо большое. Конечно, мы примем на вооружение и подумаем. И, конечно, будем пытаться воплотить. Спасибо. На сегодня вам есть еще что сказать? Да, вот, пожалуй, это главное. Если мы вот начнем вот с этого, если начнет у нас получаться, так, вот, мы большое дело сделаем. Потому что так вот степ-бай-степ, маленькими шажками, кто-то хочет вот типа революцию сделать. Да не будет революции. Все дело в том, что революция возможна, когда одна кучка людей выдавливает другую кучку. Это революция, да, вот. А когда нужно, чтобы к власти пришли сто с чем-то миллионов человек? Какая тут революция? Никакой тут революции. Тут только шаг за шагом, шаг за шагом. Вот по пути становления субъектности у многомиллионного народа. Понимаете? Вот. И без создания среды коммуникации никакой народ не состоится. Понимаете? Это вот, как говорится, по определению. Поэтому вот организация такой вот среды коммуникации, которая бы работала четко, как по расписанию, которая была тесно зацеплена с действующими представительными, исполнительными органами власти. Вот и все. И тогда начнет потихонечку становиться народовластью. И самое главное, что это и не страшно, и не больно. Потому что шаг за шагом, шаг за шагом, потихонечку передавать народу, как говорится, его власть, которая по конституции записана. Это опять-таки не надо никаких конституционных изменений, революции и так далее. Все правильно. Наш девиз такой – делай, что можешь, и будь, что будет. Совершенно верно. Поэтому все впадает. Придерживайся аналогичного девиза. Спасибо большое. На этом все, друзья. С нами был Марк Иванович Зобов. Спасибо, Марк Иванович.